О том, как российское экспертное сообщество оценивает итоги визита президента России Владимира Путина в Турцию, и какие прогнозы дают российские политики и политологи по дальнейшему сотрудничеству двух стран, об этом подробно расскажет Дана Нуржан. Россия надеется, что сотрудничество с Турцией выйдет на новый уровень после встречи лидеров двух государств. Это пока не стратегическое партнерство, но уже стремление наладить добрососедские отношения. В самом начале ситуация могла развиваться по-другому. Многие считали, что это может затянуться на годы, десятилетия, что это новая эра противостояния между Турцией и Россией. Все-таки лед тронулся, теперь уже совсем серьезно. Надо реально, если ты хочешь, чтобы не было плохих отношений между дверя странами, потому что ты знаешь как политика, как государственный. Вот Нурсулан Назарбаев из этого исходил, я помню, как он занимался этим вопросом. Первая поездка Владимира Путина в Турцию после инцидента со сбитым российским самолетом оказалась весьма плодотворной. Символом восстановления сотрудничества в экономической сфере стал турецкий поток. Страны договорились по проекту газопровода по дну Черного моря в Турцию, а далее газ, возможно, пойдет в Европу. Тут стоит отметить, что Турция второй по величине потребитель российского газа после Германии. Россия же решила открыть доступ на свой рынок турецким фруктам. В прошлом году объем их продаж составил 500 миллионов долларов, но после введения антитурецких санкций за первое полугодие этого года товарооборот между двумя странами упал на 40%. Политологи также высказывают осторожное мнение, что в военно-политической сфере лидеры двух стран могут прийти к компромиссу по ситуации в Сирии. Эксперты отмечают, что переговоры Москвы и Анкары стали возможны благодаря участию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Казахстан является таким определенным связующим звеном между Россией и Турцией, потому что он входит, с одной стороны, в Евразийский союз, с другой стороны, Казахстан входит в Тюркский союз туркоязычных стран, так называемый Тюрк-Консей, Тюрк-Кенэ-Шесе. И, соответственно, Казахстан играет здесь ключевую роль в налаживании мостов между Москвой и Анкарой. И я думаю, что эта роль будет только увеличиваться в течение времени. Особую роль президента Казахстана в нормализации отношений между Россией и Турцией отмечают многие политологи. Они подчеркивают, деятельное участие Нурсултана Назарбаева сыграло ключевую роль в возобновлении добрососедских отношений между двумя странами.